Что за корабль украсил центральную улицу нашего города? Как узнать переписчиков, которые будут ходить по домам в октябре этого года? Обо всем самом интересном и полезном смотрите в нашей постоянной рубрике Телетайп новостей. В начале осени к перечню игровых зон на свежем воздухе в Славянске-Нкубане добавилась еще одна. Новая площадка с по-настоящему сказочным названием. Летучий корабль украсила прогулочную зону по улице Красной. Красочный современный детский игровой комплекс появился возле центрального отделения почтамта на месте прежней клумбы. Такой подарок маленьким жителям города сделала администрация Славянского района. Городские и районные власти, предприниматели создают все условия для маленьких славянцев, чтобы они с пользой проводили время на свежем воздухе, росли крепкими и здоровыми. Это уже пятый детский игровой комплекс, установленный в нашем городе с прошлого года. Две такие площадки находятся в детском парке в центре Славянска-Нкубане. Одно из преимуществ подобных современных игровых комплексов – их надежность и долговечность. С 1 по 31 октября на территории края проводится федеральное статистическое наблюдение. Микроперепись населения. Как узнать переписчика? Каждый из них будет иметь именное удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Синий портфель с надписью «Росстат». Светоотражающий браслет с такой же надписью. Планшетный компьютер. По вопросам микропереписи вы можете обратиться по телефону горячей линии Краснодар-Стата, которую вы сейчас видите на своих экранах. На Кубани стартовала осенняя вакцинация от гриппа. Иммунизация – самый эффективный путь профилактики заболеваний ОРВИ и гриппа, предотвращение различных осложнений. К категориям граждан, которые могут получить бесплатную прививку от гриппа в поликлинике, относятся дети от 6 месяцев, школьники и студенты, люди старше 60 лет, медработники, работники сферы образования и сферы обслуживания. В этом году в национальный календарь профилактических приливок включены дополнительные категории. Это беременные, граждане, подлежащие призыву на военную службу, люди с хроническими соматическими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением. На территории Славянского района в преддверии нового учебного года была организована благодворительная акция по сбору школьно-письменных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально опасном положении, детей из семей беженцев Украины. В результате комиссионных обходов выявлена потребность в обеспечении канцелярскими товарами 130 детей. По итогам акции собрано более 4000 наименований канцелярских принадлежностей. Срок проведения акции продлен до 1 октября 2015 года. Сбор товаров проводится в пунктах приема и выдачи благотворительной помощи «Вторые руки» при Славянском комплексном центре социального обслуживания населения по адресу город Славянск-на-Кубани, улица Набережная, дом 10, с 8 до 17 часов.